Дорогие друзья, я вас приветствую! В последнее время в нашей птичьей комнате стало чуточку меньше кислорода. Появились новые птицы, каждой птичке нужно свое место, ну и комната начала трещать по швам. А поэтому остро стал вопрос о пристройстве птиц. Конечно, я пристраиваю не всех птиц, а только тех, кто сможет жить в новом доме. У нас есть наши старички, которые ни под каким предлогом отдаваться в новые руки не будут. Давайте я сейчас расскажу, кто у нас идет на пристройство, ну а вы уже решите, захотите кого-то взять или нет. Итак, поехали! Первая кабачковая пара, белоснежная породистая голубка Адель. И ее невзрачный, как показалось многим бы, но тем не менее, просто прекрасный, мужественный пацан Рося. Они недавно сложили пару и купаются в лучах нежности и любви. К сожалению, из-за небольшой комнаты им трудно выбрать свое место для гнездования, поэтому я их пристраиваю. Следующая пара, пикуль и пенка. Эти голуби находятся у меня уже большее время. И, кстати, пикуль один из самых ручных голубей нашей семьи. Поэтому, если вы захотите его взять, будет вам верным соратником, которого можно погладить, почесать, да и он сам будет с радостью садиться к вам на плечо. Замечательная пара! Также, уже более года я пристраиваю нашу неугомонную парочку в лице Хвата и Айки. Очень трудно пристраивать урановых птиц, но тем не менее, если кто-то сможет предоставить моим крошкам хорошие условия, я буду рад подарить их. Друзья, а теперь давайте рассмотрим условия, в каких я бы хотел, чтобы жили мои птицы. Это мини-голубятня моих друзей. Посмотрите, как здесь здорово. Она небольшая, компактная, закрытая голубятня, то есть птицы оттуда не могут вылететь. И в ней помещается всего 4 или 6 птиц. Очень удобно, нет скучности, голуби спокойно делят между собой территорию и, конечно, фактически не болеют. Вот своих голубей я бы хотел отдать в похожие условия. Это будет просто рай для них. Ну, а галок хотелось бы пристроить в похожий вольер, в каком на данный момент живет наша ворона-капля с двумя другими воронами. Это был бы просто чудесный дом для наших галок Хвата и Айки. Немножко лирики, друзья. Конечно, я понимаю, что не каждый из вас живет в загородном доме. Мы сами все еще живем в квартире. Но птицы же любим и держим их в квартире. А поэтому я без проблем могу отдать вам птиц в квартиру. И голубей, и галок. Но подумайте дважды. Готовы ли вы жить с ними по соседству? Дело в том, что для наших птиц у нас выделена целая комната, в которой ни я, ни моя семья не живем. То есть там много какашек, там много пуха, там много порванных обоев. А если вы возьмете их к себе в квартиру, то этого всего вам не избежать. Ну и, конечно, каждый день придется мыть квартиру. Но в целом я не против, чтобы мои пристроенные птички жили в квартире. Вольеры это идеальные условия для меня. Но опять же, посмотрите, как здорово наши птицы живут в комнате. Тем не менее, я считал и всегда буду считать, что квартира это тюрьма для птиц. Но если нет частного дома, такой вариант тоже неплох. Поэтому, друзья, если кто-то заинтересуется, пожалуйста, пишите. Быть может, у вас есть небольшие уличные вольеры для наших галок или мини-голубятня для голубей. Ну или вы готовы выделить целую комнату, чтобы птицы жили так же, как у нас. Тогда я вам с радостью их подарю. Дорогие друзья, совсем забыл сказать. Те зрители, которые давно смотрят наш канал, знают с каким трепетом и ответственностью я пристраиваю птиц. Поэтому, заявляю на всякий случай, от птиц я ни в коем случае не избавляюсь. И если я не смогу найти человека, которому бы я доверял так же, как себе, то эти птицы в новый дом не пойдут. А так и останутся жить в нашей птичьей комнате. Просто на всякий случай сказал. Все, всех вам благ и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!